Друзья, пока весь мир скорбит о смерти Анастасии Заворотнюк, напомню, что она ушла сегодня, ей было всего 53 года и последние 5 лет она боролась с глиобластомой, это рак головного мозга. Певец Потап в своем инстаграме написал, ну что, Настя, весело было играть в образе, яркий выставляю Украина к тупиме, добре, еще больше не сыграешь. Переведу для тех, кто не понял, ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех Украина к тупиме, хорошо, что больше не сыграешь. И аплодисменты. Украинский певец Потап сейчас находится не в Украине, связи с Россией он тоже все разорвал, но на выступлениях на зарубежных площадках он позиционирует себя как российское ретро. После этого поста в его соцсети не только русские, но и украинские зрители очень сильно его раскритиковали, очень сильно на него ругались, поэтому он быстренько этот пост удалил. Но, как говорится, интернет помнит все. Потап сейчас собирается развивать свою музыкальную карьеру в Латинской Америке, и я бы не хотел желать ему удачи после вот этих вот высказываний. Я считаю, что человеком нужно оставаться в любом случае, и самое обидное, что Анастасия Заворотнюк, ну по сути это была коллега по цеху Потапа, они все-таки иногда, наверное, пересекались на каких-то мероприятиях, и вот то, что он написал, это настоящее одно. Семье Анастасии Заворотнюк, Петру Чернышеву, дочерям, родителям, родственникам я очень сильно соболезную, желаю держаться и пережить эту страшную трагедию, и не поддаваться на провокации, которые, наверное, сейчас будут вылазить со всех сторон, а мы постараемся с этим бороться. Берегите себя и поделитесь, пожалуйста, этим видео, чтобы все знали, кто такой Потап. Субтитры сделал DimaTorzok